Сохранить и приумножать. В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития города за 2021. Есть много положительных моментов. Город динамично развивается. Кто в числе лидеров? Эй, вы там наверху. Я ему тут пару слов сказала, что ты там натворил, что у тебя горит. Бдительная Бобручанка спасла жизнь соседу, который явно подзабыл о культуре курения. Эпистолярный жанр в массы. Белпочта запускает уже ставший традиционным конкурс сочинений для школьников. Помочь участникам осознать важную роль почтовых услуг в нашем обществе. В чем суть проекта? А также цены на контроли, кибертрак по-белорусски и непогода нынче в моде. Конец недели обещает быть ветреным и дождливым. Белгидромет то и дело предупреждает об опасности. Союзная решимость. Президент лично проинспектировал совместные белорусско-российские учения и пообщался с представителями СМИ. На полигоне под Осиповичем и в розыгрыше тактического эпизода приняли участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения ВДВ России. Александру Лукашенко доложили о ходе маневров, а также о создании совместной группировки ракетных войск. В ее состав вошли реактивные системы залпового огня «Полонез» и российские комплексы «Искандер». Был также произведен электронный пуск ракет. Глава государства раскрыл журналистам и повестку предстоящих переговоров с Владимиром Путиным. Это наша территория. И мы будем принимать решения. Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих за тысячи километров. Они у кого спрашивают? У нас, у россиян разрешения нет. Почему мы у кого-то должны спрашивать? Поэтому сколько надо, столько и будут здесь стоять войска Беларуси и России. Сколько нам надо для того, чтобы защитить нашу территорию и показать всем, что мы к этой защите готовы. Александр Лукашенко, напомним, отправится с визитом в Россию 18 февраля. Президенты обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск и могут проинспектировать союзные учения, которые завершатся 20 февраля. Нам есть чем гордиться. В Дворце искусств прошло собрание представителей трудовых коллективов по итогам социально-экономического развития Бобруйска за 2021. Новые рынки сбыта, рост заработной платы и сокращение нерентабельных предприятий. Кто увеличил объемы производства и каков удельный вес инновационной продукции, знает Карина Гуревич. 2021-й становится началом новой пятилетки. Для Бобруйска год богат на грандиозные открытия и знаковые события. Здесь возводятся нужные социальные объекты, строятся многоквартирные дома с господдержкой и обновляются дороги. Один из самых крупных апгрейдов – от микрорайона Северный до конечной второго маршрута троллейбуса. Но главный подарок городу – обещанная президентом современная 35-я школа, уютная столовая, просторные кабинеты, оснащенные лабораторией, витаминный бар, спортивные залы, лыжная база, тир и бассейн – все это про нее. По традиции, на главной сцене Бобруйска подводят итоги ушедшего года. В зале – представители трудовых коллективов, администрация города и руководство области. К событию всегда подходят ответственно и грандиозно, анализируют проделанную работу в экономике, строительстве, торговле, медицине, образовании, спорте и культуре. Здесь же ставят планы и на 2022-й. Есть много положительных моментов, город динамично развивается. Ради объективности, если сказать, есть и недоработки. Но эти недоработки мы знаем, их понимаем, и все вместе будем делать все, чтобы наш город, наша страна и наши люди жили как можно лучше. В холле свои бренды традиционно презентуют городские предприятия. Свежая выпечка, натуральные колбасные изделия, ароматные десерты и фруктовые соки. Потенциал демонстрируют и дети. Почетным гостям показывают свои разработки в 3D-моделировании, робототехнике и программировании. Вместе с мэром Александром Студневым новинки тестируют высокопоставленные гости. В 2021-м бобруйские бренды продолжают выпуск и отгрузку востребованных и качественных товаров. Для реального сектора экономики год весьма эффективный. Промышленное производство возрастает более чем на четверть, экспорт превышает 50%. Уменьшаются запасы на складах готовой продукции. Уровень остатков самый минимальный за 14 лет. Все, что заводы производят, все продают. В 2021 году мы сделали такой достаточно твердый, уверенный шаг в плане модернизации техперевооружения. Нашим предприятиям было освоено порядка 25 миллионов рублей на инвестиции. И все это из чистой прибыли, из собственных денег. Все это заслуга нашего трудового коллектива. В промышленных лидерах ТДИА, ТАИМ, Фандок, Пинск-Древ, Эковер-Про, Универсал Бобруйск, Баро, Сельмаш и завод растительных масел. Компания ведущая в Беларуси в своей отрасли. Производство позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн качественного растительного масла на европейском оборудовании. Рапсовое масло как никогда пользуется спросом последние несколько лет. Его особенность состав. Он изготовлен исключительно из белорусских семян. Только за 2021-й продано 2000 тонн. 2021-й не обходится без престижной премии «Лидер года-2021». Бобруйск получает высокую оценку за создание условий для развития экономики, инвестиционного климата и социальной инфраструктуры региона. «Красный пищевик» заслуживает гран-при за новинку «Крем-мёд с имбирём и лимоном», «Бобруйска-громаш» – за инновационную технику, а «Рубикон» прославляет город на национальном конкурсе «Предприниматель года». Очень приятно, очень важно, что отметили нас в который раз. Для нас это почётно. Мы счастливы. Наше предприятие занимается производством рукавов высокого давления. Это достаточно сложный вид производства. В 2022 году у нас большие планы по выходу на экспорт, по производству наших рукавов и поставки предприятиям Российской Федерации. Медики в режиме 24 на 7 не прекращают бороться с коварной инфекцией. В учреждения здравоохранения приобретаются холодильное оборудование для хранения вакцины и автомобили для станции скорой неотложной медицинской помощи. По последнему слову техники оснащаются как больницы, так и поликлиники. Борьба с COVID-19 становится общим делом. Среди взрослых и подростков активно ведётся прививочная кампания. В адрес медиков в этот день звучат самые искренние слова благодарности. Среди стационарных учреждений первое место занимает БЦБ. Второе – у роддома. Остановлюсь на одной из самых чувствительных сфер, касающих каждого из нас – здравоохранения. Проблем здесь хватает, но и позитивных результатов тоже. Приняты меры по обеспечению доступности диагностики, развитию материально-технической базы учреждений, обновлён парк скорой медицинской помощи, завершены работы по установке газификаторов в Бобруйской центральной больнице, рентген-кабинета в третьей поликлинике. 2021 запомнится как непростой и особенный год. Закрывались границы, но появлялись новые возможности. Мы держали дистанцию, но были близки. Совершали технологические прорывы и чтили национальные традиции. Впереди, без сомнений, ещё больше свершений и трудовых подвигов. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галёнко, Бобруйск, 360. Продуктовая корзина, безопасность на дороге и не оставайся в стороне. В республике формируются списки для голосования на референдуме. Сколько белорусов смогут отдать свой голос за будущее страны? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Более 6 миллионов 800 тысяч белорусов включены в списки для голосования на референдуме. В Могилёвской области почти 795 с половиной тысяч. Каждый гражданин может прийти на участок и посмотреть, правильно ли внесены данные о нём. Сделать это можно с 17 до 19 в будние и с 12 до 14 в субботу. Белкомонмаш презентовал первый электрогрузовик. Для полной зарядки нужно всего полтора часа. Батареи можно заряжать одновременно сразу с двух устройств. Над новинкой работали почти год. Полномасштабное производство таких электрокаров планируют запустить в 2023. В стране усилят контроль за соблюдением ценового законодательства. Главное, чтобы продукты оставались доступными для потребителя. Нарушения март фиксируют в каждом десятом магазине. На первый раз предупреждение за повторное – штраф. Мониторинги проведут и на рынках. В Беларуси начала действовать система контроля средней скорости движения автомобилей. Сейчас она работает только в Минской области. Однако в течение недели будет подключена по всей стране. За превышение на 10-20 километров грозит штраф до 30 рублей. На 40 и более и вовсе до 360. До Беларуси добрался штормовой ветер. На большей части территории страны порывы достигают 24 метра в секунду. МЧС предупреждает о возможных обрывах линий связи и электропередачи, отключении подстанции, повреждении слабо укрепленных конструкций, крыш зданий и падении деревьев. ГАИ обращает внимание на гололедицу. Такая погода продержится до выходных. Также в прогнозах снег с дождем. Вечер следы в спальном районе выдался неспокойным. Виновником стал нерадивый житель пиздиташки на Ланьково. Мужчина, казалось бы, просто покурил, но на уши поставил всю округу. Почему лучше перепроверить дважды, выяснила Ольга Васенде. Татьяна Шевчук с недоумением рассказывает о вчерашнем вечере. Жительница дома на Ланьково занималась своими делами и почувствовала едкий запах дыма. Спустилась на третий этаж и увидела странную картину. На одной из дверных ручек дымилась куртка. Сама квартира нараспашку, внутри никого. Женщина стала звонить соседям. Спустя несколько минут на пороге появился хозяин жилища. Я ему тут пару слов сказала, что ты там натворил, что у тебя горит. Он мне ничего не ответил. Пошел домой, бросил эту куртку на площадке. Она продолжала дыметь. Вот моя соседка из девятой квартиры. Эту куртку залили водой. Ну и думали, что это всё. Но на этом история не закончилась. Спустя полчаса горожанка открыла входную дверь и увидела дымовую завесу. Вместе с сыном побежала к горе хозяину, однако тот не отозвался. Тогда женщина позвонила в МЧС. Через несколько минут звук пожарной сирены слышала вся округа. К этому моменту из окна виднелись серые клубы. Брось 62-й, 90-й, 12-й, на месте вызова, улица Варькова, 31. На этих кадрах видно, как сотрудники МЧС вскрывают дверь и выводят из дымящейся квартиры мужчину. Пострадавшего передали медикам. Понадобилась госпитализация. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения. О злополучном вечере напоминает пепел, который до сих пор лежит на лестничной площадке. Во всём подъезде запах гари, по всей видимости, выветрится нескоро. О пожаре жильцам напоминают и обгоревшие куски матраца во дворе. Здесь же копоть и то, что осталось от былых предметов интерьера. В результате пожара повреждено некоторое постельное принадлежности. По предварительной версии, причиной такой пожара могла стать незатушенная сигарета. Спасатели бьют тревогу. Неосторожное обращение с огнём при курении – одна из самых частых причин, по которой происходят пожары. Ежегодно пагубная привычка уносит не одну сотню жизней. Ведь далеко не все соседи реагируют так же оперативно, как Татьяна Шевчук. Ольга Вассенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Укрепление дружеских связей и расширение сотрудничества. Бобруйск посетила делегации из Чеченской республики во главе с заместителем мэра Грозного. Первый пункт в программе – Краевический музей. Гости узнали об истории современной этапе развития города на Березине. Затем направилась на фондок. В фирменном магазине оценили качество продукции предприятия. Спасибо большое за приглашение. Приехали. Мы сейчас были недавно в музее, видели разные экспозиции. Очень понравилось. Город очень красивый. Встретили очень тепло на самом деле. Я надеюсь на наши теплые дружеские отношения и в будущем. Мы сейчас находимся на фабрике. По производству мебели тоже очень понравилось. Очень качественно, очень красивая мебель. Будем плодотворно работать на благо нашего государства. Бобруйский Грозный – города-побратимы. Дружеское соглашение подписано в октябре 2019. Сегодня обе стороны готовы к дальнейшему сотрудничеству. Особый интерес – социально-экономическая сфера и развитие туризма. По следам Греты Тумберг, Белпочта проводит национальный этап международного конкурса сочинений. Учащимся необходимо написать письмо любому влиятельному лицу и объяснить, как действовать связи с климатическим кризисом. К заявке разрешается добавить рисунок. Объем не должен превышать 800 слов. Принять участие могут ребята от 9 до 15. Цель конкурса – это не только прекрасная возможность развить способность формулировать и выражать свои мысли, но и помочь участникам осознать важную роль почтовых услуг в нашем обществе. Школьники должны предоставить работы в свои учреждения образования до 20 марта. Лучшие перенаправят в областные филиалы Белпочты, где их отберут для республиканского этапа. Итоги подведут в мае. Сочинение победителя примет участие в финале уже в Швейцарии. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова